доброго времени суток с вами texor мы играем в take on mars и продолжаем строительство нашей базы но в принципе вижу я думаю уже видите там изменения в пейзаже это наш второй как бы купол потому что я решил что отказываться от идеи создать второй купол ну как-то не очень его имеет смысл создать поэтому мы вот собственно его и делаем так просто вот этот так на вот так пока что видите все точки здания они показывают утечку хотя вот там вот у меня дверь закрыта но я в том здании не могу включать воздух потому что у меня здесь утечка у меня там почему-то все равно невзирая вот на эту дверь все равно атмосфера марса присутствует ну ну вот так вот она работает поэтому а второй купол хочется что если построю шлюз ходьба в купол через шлюз ну такое себе занятие хотелось бы просто свободно перемещаться между ними там не одевая скафандров возможно и не будут работать шлюзы просто так вот ну чтобы на распах на дверь и все две обе двери на распашку и типа это просто был шлюз стал коридор скорее всего так не работает поэтому имеет смысл все-таки сделать как я хотел коридор такой внутри базовый самое сложное здесь было подогнать расстояние да вот эти блоки ставятся по сетке конечно это тут у них не отнимешь то есть даже начну строить базу вот отсюда она все равно по сетке совместится с той базой но вот расстояние в общем я сначала построил впритык у меня вроде как не влезло я отодвинул на один кубик я все дело за кадром потому что это реально долго и мне пришлось втыкать в середину секцию коридор ну я воткнул принципе чего такого-то благая все блоки теперь уже знаю какие для чего нужны болин к нам это через пять минут приходит праздник к нам приходит я вот даже не знаю чем не на время радиации заняться пять минут блин чем на время зародиации что-то сильно прям как не знаю кто а может нам мусор отвести понятно что нами достроить уже не даст пять минут сидеть на сука варит не охота блин представляете целый день строил не было ни одной вспышки была тишина покой все было хорошо я тут прицеливался переставлял все было шикарно оголодал только потому что ну опять не урожай у меня опять из шести возможных фикусов выросло три блин поэтому персонаж у меня сами видите голодный в принципе нам никто не мешает сейчас взять грузовик и вот мусор отвести потому что мусор уже накопилось ну как мусор лишние наши детали которые нам не нужны давай заковыряешься заковыряешься малаченко все фундамент готов давайте грузовик закинем всякое не нужно и действительно отгоним его они сначала сделаем не так блин я не хочу прятаться в палатку внутри здания где у меня растет всякое там невозможно укрыться ну вы видели просто раз как я там прятался также посмотрим что у нас если у нас все прилично хрен там 467 у нас мало 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 просто оголодаем а жрать то нечего поэтому грузовик немножко в пролете будет у нас да но можем бессовестно пойти поспать грузовик полный надо отвозить но блин а у меня персонаж с голоду помрет если он сейчас пойдет отвозить грузовик поэтому давайте двинем в палатку палатку я терпеть не могу она убивает она убивает но другого выхода нету и мы сейчас сколько-то минут потратим на сидение в палатке ну вот ну куда деваться чертова вспышки надо было их отключать при запуске игры все она не больше не отключаются игра загружается и она загружается настройками этих поганых вспышек вот терпеть их не могу они просто тупо жрут время на они жрут время игры так ну хотя с другой стороны персонаж хочет спать а мы сейчас под это дело поспим если не сдохнем в предыдущий раз меня получилось увлечься спать это каждый раз игра в общем что в итоге в планах но как видите я немножко за кадром нудные всякие работы проделываю так ну что так давайте еще раз сохранимся ну что мне заходить еще раз не раздеваться в палатку оба очки улеглись прекрасно и так жалко никого индикатора нету в палатке чтобы понять оно там как кончилось не кончилось но я думаю еще не кончилось и так что у нас в планах но поскольку я решил строить второй купол ну чтобы потом не было сложности вот с этим шлюзом я построю второй купол не знаю веселим будет на видео идти не весь на видео просто внешнюю скорлупу без отделки запихая внутрь синтезатор этот и собственно уже тогда займусь атмосферой отделка второго купола будет уже когда будет воздух потому что меня задолбало жить в палатке питаться из одной оранжереи одинокой оранжереи скажем так они одни мне нужно минимум две чтоб точно он не голодал у меня персонаж потому что вот он сейчас голодный сейчас он прячется от вспышки потом пойдут жрать это все время 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 выспался да молодченко встаем нет не надо открывать сели если на прыщевой устали сели встали сели встали так инвентарь сейчас оденем скафандры и поймем что что вообще происходит и когда там можно будет уже жить уже тогда буду отделать второе нормально прибытие 4 секунды едет как-то сила ну хоть выспались еды нету три минуты у нас впереди посидеть поковырять в носу самое то радиацию у нас на самом деле схвачена очень здорово с прошлого раза у меня никак он все не отойдет но там было почти 1 и 5 сейчас 128 состояние фитнес написано bad какой же там фитнес у него я не знаю бегать германский конь и так к этому зданию к второму я даже не знаю нужно к нему энергоустановку подключать нет с одной стороны раз она такой уж прям вот цельная что и через шлюз блин у него воздух уходит через дверь вот уходит что в здании не собрано а возможно их энергия став установка будет общая на два здания а в принципе я могу конечно его ее поставить у энергии установку вентиляционной установкой крышей всего этого вентиляционная установка возможно стоит ее поставить может нет чертова знает но не герметично же а другой страну так не поставишь потом придется разбирать а разбирать это наружая герметически наружая герметически это из первой базы выдает весь воздух нафиг поэтому она как-то не очень наверно поставлю поставлю установку поставлю слоты под газ баллоны и поставлю энергетически вот этот вот шлиф и куда втыкать пусть будет может запитывать просто не буду так пусть будет вы кстати прикольно если вот баллонные емкости вот баллон эти разъем будут работать на вентиляционную установку в другом домике кстати почему бы нет потому что оно все единое целое купол обещает быть такого же размера как и первый единственное но я его строю без радиационной защиты а я его буду строить прямо застекленный такой светлый чтобы там можно было сидеть выглядывать в окна и любоваться окрестностями в случае радиации просто буду тут драпать в этот купол и сидеть тут по моему хороший вариант потому что ну это буду без скафандра перемещаться буду налегке собственно в тот купол я буду ходить только так ну вот именно чтобы подорачиваться но я там наверно поставлю лабораторию чем что такое не шибко нужно не боясь радиации интерьерно-декоративная и пусть она там будет а в основном куполе которые под защитой у меня там будут расти кстати оранжерейку я могу тоже в том поставить ну вот в этом куполе будут расти овощи будет стоять моя кровать ну ну поилка там такой жилой отсек короче меня будет защищен от радиации потому что он монолитный он целиком закрыт бронескорлупой вот этой вот вот в нем точно просветов нету если в нем будет фонить то пусть разработчиком присниться гигантская жаба потому что это уже тогда их косяк я готов поверить что на аутпосте на моем этот пятачок на крыше не закрывает к солнце под углом а кстати не знаете че сижу ночь же на дворе болеин ну ладно все равно уж фигня и вон тушил так я мог идти ночь ночь уже не светит ну как ночь девять вечера не сильно ночь давай давай открывай открывай у меня уже еда вон красная жрать быстрее ходу 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 в общем этот чертов хомячок мой космонавт у меня такое ощущение что он жрет и спит жрет и спит постоянное вот это стремление что-то съесть у него я даже не знаю за что его так прям ну понятное дело что время тут бежит быстро может быть конечно стоило бы не один к двадцати четырем задавать но я задавал в расчете на то что у меня будут копалки работать для них нужно время в обычном режиме не очень медленно копают вот но были на 53 не знаю у него воздух что не хватает так это дохлый до половина у меня тут давление сейчас чуть ниже у меня 028 по моему давление сейчас панели потом подойдем посмотрим возможно салат вот это вот плохо переносит пониженное давление потому что смотрю как у меня вниз она уходит сразу начинаются проблемы но это решаемо я сюда принесу просто баллон азота и тут сразу уйдет за 0 3 будет хорошо отрезкаем это вот фигня вот три растения это грань голодного обморока так плант не вывел я еще зависимость не могу понять как это все работает одна радость это вот это гидропоника почему-то не расходы питательные вещества иначе бы я задолбался представляете себе баллон с удобрениями жрался бы я тут проводил опять же целые дни возле переработчика и не факт что успевал бы но такой бомжин у нас вариант что у нас без еды персонажа высадился вообще без какой-либо только то что здесь нашел своего у него ничего нет а здесь нашел немного чем посадили довольно таки падаю схеме проходит дадим немножко строим жрем спим и опять немножко строим так 14 минут там в общем я очень рад конечно за кадром начал строить потому что на кадр я же у меня же еще один тут прошел период сна еды всего такого пьем я поилку стать уже заправлял смотрим что тут а 028 у нас вот такая вот фигня возьмем баллон заполним его трофейным азотом который у нас прошлый раз фильтр вентиляционная установка выключил из атмосфер марса и мы кстати в любой момент можем опять включить и еще выключить что меня очень радует и мы наведем нормальную атмосферу так радиация еще не кончилась ой карачун бабай я нифига не сколько там шестьсот семьдесят ланса идет тридцать не брак я где-то просто раз с 800 выходил съев четыре салата 600 чем-то нормально мы успеем час немножко построить так сейчас азота себя жахнем у меня не так чтобы вот до хрена конечно 500 по моему его до 500 то есть нам на самом деле надо зло там еще работать и работать если делать по от посту атмосферу нормальную в одну атмосферу причем с учетом роста растений то туда нужно 1400 азота то есть три раза по поскольку 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 у нас тут так я сейчас поставить не буду оставить черт с ним как нибудь проживу не вымру сохраню сейчас так зум до зум твоим о сохранимся сохранимся говорю прекрасно побежали кормлено не очень я только в сытом виде рискнул на грузовике ехать и тут опять темно тихо не бояньте ну да у меня лампочки в том куполе стоят в этом нет так ладно мы и перенесли пол туда теперь нам нужно ведь залазь вот эту дверь оттуда запихаю так датчик сюда это туда вот так на бок и так знаете просто там брошу потом поставлю пусть валяется как-нибудь ее потом разверну не знаю как но я постараюсь так видите прям по всем краям идет что дохлая 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 и так мы продолжаем делать экстерьерки вот это темно и страшно я бы конечно же поставил фонарики слушайте а давайте поставим фонарик чином а нам мешает то что на реке на внутренней стороне а ну и ладно подумаешь удивили на внутренней сейчас смотреть как сделаем нам нужно вот это так не цепляйся уж ну реально темно ни хрена не видно так фонарики будут отсюда фигачить прямо в спину входящему ну на сокетами да нет сокетами не будем просто к вертву заодно сейчас узнаем что-то с электроэнергией поставили вот на нее теперь интерьерные интерьерные вот эти да да это и полости на немножко все-таки забываю чуть-чуть так вот хреновин тоже чем-то окружать надо будет потому что там не вот что-то такое вот странное ну найдем найдем утилити нет с лампами надо вот с лампами лампы странные срабатывают только когда кто-то рядом топчется но вот свет есть не сильный но есть так ладно продолжаем строить полы так нам опять экстерьерки нужны вот они как оголодаем так и закончим оголодаем и скоро экстерьер очка пошла но темпы согласитесь гораздо выше уже че получается я до записи где-то наверное полчаса ковырялся и запись на полчаса да у нас уже почти готов пол а учитывая что мы делать будем без отделки тут осталось не так много все-таки до кислорода то есть я думаю может быть следующее видео может уже про заполнение может нет так давай давай ставься ставься мелоди записи надписи лик уже прям просто достали но какого ж хрена да я закрыл дверь у герма дверь у него вид герметичный по крайней мере как можно по задумке авторов не герметичная но вид у него герметичный почему она не запирает рассматривал игрушки в поисках чем подобного да ну сколько можно в марс играть он конечно хороший марс ну во первых старенький уже во вторых мы в нем все уже поюзали ну действительно достроил базу можно будет попутешествовать немножко но и собственно все игра пройдена вдоль попереку по диагонали как иногда говорю ничего подобного он чет не обнаруживается а вот пост зира вот который уже так сказать закончился на канале тут как-то не впечатлил лил эй ты чего не ставишься давай так хотя бы что-то не ставится как проблема у нее странно а вот пост зира не впечатлил таких вот миссий что прям строить на другой планете базу причем тут еще так она весьма хардкорно строится прям представляете вот все строить из ресурсов когда там полдня ждешь пока вы наберется вот металлов на эту конструкцию кому не ставишь даже пипец можно но это пипец долго ждать игре очень не хватает функции промотки времени нужно при этом чтобы все работало потому что все эти пылесосы и копалки не очень медленно собирают но очень я помню по предыдущему сезону скобку металлу караулилась опять опять радиация эти на к нам идет но ночь вроде 4 утра хотя какая ночь ладно будем верить что она нас не дойдет вот от нестыковка времени что она придет через четыре минуты реальных а это сколько часов игровых почему она не стыкуется как-то но хоть как-то не знаю время должно замедляться понятно что если через четыре минуты игровых я даже добежать спрятаться не успеваю но все таки получается я пересиживаю вот эту радиацию я теряю там допустим четыре часа времени за которую в описан персонаж становится голодным хочет пить там спать и так далее то есть он просто пролетает я не могу радиацию же в процессе отключить игра загружается все с теми настройками с которыми я создал очень мешает и мне причем кажется что в прошлом сезоне она так не мешала мне ну там было было сюжетка я имею ввиду сезон который был сюжетка и я с разбившего из корабля спасался там радиация была по моему строго по сюжету а потом она пропала и мне было хорошо поэтому на нее внимание в этот раз не обратил блин главное не увлечься у меня правда еще одна нычка я могу спрятаться там нет еды а мой персонаж не против перекусить так куда я куда 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 вот все пол готов все пол готов полностью готов причем все отлично так теперь переходим на вот такие штуки а я даже не знаю нижний край можно вот такой гринхаус глаз это же глаз это же о как нет ну вниз все равно не можно смотреть поэтому вот так будет я пока еще не знаю как эта штука будет с внутренними обходиться то есть тут тут же будут внутренние панели как она будет правильно ставить сюда чтобы все было хорошо видно так слушать на разу побегу прятаться черт возьми опять в палатку ну вот все площадь готова теперь это все по-быстрому обшить стенами стеклами без внутреннего без всего без этого и все и можно будет воздухом заниматься побежали естественно в палатку хотя хотя можно и суда их бы с ней с палаткой залезать вылезать спать все равно получится вот тут сколько еще азота смотреть красота здесь поставил бы еще баллона был бы еще азот вот попробуй только меня здесь зафони ну давайте убедимся что меня тут фонить не будет и на том серию закончим но не должно туда пока нет внутренней обивки тут пока все это страшными значками радиации украшено тут даже даже пол не настелен еще просто такое а ну здесь можно работать без проблем от радиации защищен воздуха нет нас радиация защищен то есть когда радиация тут можно вовсю пахать до машина давайте пока модульный полы пока понастилая чем джентльмену не понастилать полы так привыкли через 14 секунд от меня тут прижмет будет здорово мотыляет его не по детски так ну что один да обломить то есть в этом блоке можно жить смотрите в радиации нет может быть и правда нет из-за того что еще раннее утро я я не знаю сколько времени она становится опасной по идее с восхода солнца на горизонт там блин смотрите он мне голодный тамогучий чертова что ж с тобой такая беда то все время соточка ну что я надеюсь я просижу эти четыре минуты и выживу а на этом тогда серию заканчиваем всего хорошего и до новых встреч